В истории русской школы бывали периоды, когда общественное мнение вдруг с особым интересом обращалось к школе и вообще к проблемам воспитания. Такой повышенный интерес явственно обозначается и в наши дни. Слово «учителя» должно звучать весомо, но для этого он в глазах всех людей должен быть учителем, а не училкой. Пусть всем нашим детям всегда достаются лучшие учителя. Это написал мой учитель, Симоль Львович Соловичек, и эта статья, ставшая потом знаменитой, была опубликована 4 октября 1970 года, почти полвека назад. Мне кажется, она очень актуальна и сейчас, особенно тогда, когда он пишет «в наши дни» слово «учитель» должно стать весомым и так далее. Мне кажется, что сейчас ситуация вокруг воспитания и образования настолько обостренная, она настолько вышла из обычных проблем, как учить, чему учить, педагогических, что называется. Она настолько стала острой социально, политически, экономически и во многих других направлениях, что общество как бы с изумлением увидело, что есть еще школа, есть, оказывается, учителя, и от них что-то зависит. Вот это изменение, мне кажется, ключевое. Много лет мы традиционно отдавали учителю какую-то дань, но всерьез никто не воспринимал. И сейчас еще власть, не только в нашей стране, всерьез школы и учителя не воспринимает. Достаточно сказать какие-то слова один раз в год с сцены Кремлевского дворца съездов, поздравить, вручить призы и так далее, но всерьез к учителю никто не относится. От этого и маленькие зарплаты, от этого и унижение бюрократическим давлением, от этого возможность использовать учителя во всяких политических играх и так далее, и так далее. Всерьез никто не прислушивается ни к мнению учителя, никто не стремится влияние учителя воспринимать как сущностное. И вот сейчас многое меняется. Мне кажется, что все вдруг с изъявлением увидели, что от учителя действительно зависит не только как мы будем жить, а выживем ли мы вообще. Не в плане вселенском, не в плане бытовом. Потому что то, что мы наблюдаем как напряжение политической ситуации, может кончиться очень плохо. Мы знаем, к чему приводят революции, и как вслед за ботаниками приходят мародеры, и что будет, если очкарики соединятся со шпаной, и к чему это может привести. И о чем учителя, собственно, и говорят. Например, в том письме, которое подписали 3,5 тысячи учителей, знак протеста против так называемого московского дела. Я вошел в классную комнату первый раз осенью 1974 года. Это был кабинет физики в маленькой школе села Бузовка Днепропетровской области. Я ушел со второго курса инженерного факультета сельскохозяйственного института, куда попал по недоразумению. И очень скоро понял, что это не мое, что надо идти в школу. После этого была армия, после этого был институт педагогический, физфак Ленинки, потом снова школа, учительская газета, Эврика, пести образование. И таким образом, этот первый день, который я запомнил на всю жизнь, он растянулся действительно, так сказать, на очень долго, на всю жизнь. И эти учительские дни, они не всегда были праздничными, не всегда были радостными. Было огромное количество разочарований, переживаний. Но сегодня у нас праздник. И я хотел бы поздравить всех учителей с большой буквы с этим праздником и пожелать им свободы и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.